Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели нашего, на мой взгляд, очень интересного курса, посвященный очень интересной технологии стройной инструментации грунт. Сегодня наша лекция будет посвящена ответу на очень простой вопрос. А сколько форсунок должно стоять в мониторе? Одна форсунка, две форсунки, четыре, а может быть больше? И вот, казалось бы, этот очень простой вопрос, на самом деле, ответить на него не так просто. И для того, чтобы очень хорошо понимать эту ситуацию, надо, наверное, поработать и набраться какого-то практического опыта, потому что не все, что сегодня будет рассказано, не все это сидит на каких-то формулах. Монитор. Монитор это у нас толсостенная труба, которая имеет отверстия для того, чтобы в них поставить форсунки. Вот мы сейчас оператора попросим, чтобы он наехал поближе и покажет нам форсунки, которые вставляются в монитор и отверстия, в которые их можно поставить. Вот данный монитор имеет четыре отверстия, на нем можно поставить сразу четыре форсунки. Так как сколько надо правильно поставить? Одну, две, три или четыре? Вот чтобы еще раз повторять, ответить на этот вопрос, давайте посмотрим на эту проблему с разных сторон, рассмотрим саму форсунку, ее конструкцию и посмотрим, что происходит внутри нее. Для этого я нарисовал на доске простейший разрез нашей форсунки. И напоминаю вам, что так как цемент является очень абразивным материалом, форсунка состоит, как правило, из двух частей. Первая часть – это оболочка, которая выполнена просто из какого-то металла, обычного, так назовем, и из твердого сплава. Вот этот сердечник, который внутри стыек, он выполнен из твердого сплава для того, чтобы в нем износ поверхности был минимален. Все процессы, они будут происходить вот именно внутри этого сердечника. Так и форма очень сложная. Для того, чтобы упростить нашу расчетную схему, я взял только цилиндрическую часть этой форсунки и нарисовал ее отдельно. И вот показали, вот у нас входная – это часть, куда действует некое давление П. И есть какой-то выход, где действует другое давление, связанное уже динамическое давление, которое воздействует на грудь. Так вот, первое уравнение равномесия можно записать так, что выходная динамическая сила, она будет равна входной динамической силе. И то трение вычитается, которое приходится преодолевать, когда цементный раствор трется по стенкам нашего сердечника. Ну, будем считать, что у сердечника есть какое-то коэффициентное трение Тау. И тогда можно эту формулу расписать в более доступном виде. А для этого я уберу один рисунок. Выходная сила будет равна входной силе, это есть не что иное, как давление, нагнетание, умноженное на площадь отверстия. И мы должны сейчас вычесть силу трения, которая будет равна всему нашему, всей нашей поверхности, умноженной на коэффициент трения. Возьмем коэффициент трения. Что такое поверхность? Вот на длину этого участка и на окружность, на длину окружности. Ну, а теперь давайте распишем эти формулы более подробно. Давление, умноженное ПД в квадрате, деленное на 4, площадь круга, минус коэффициент трения, умножить на длину и длину окружности. Вспоминаем, что это есть у нас не что иное, как ПД. Вот так более общее мы расписали наше выражение. Ну, а теперь давайте оставим только диаметр, а все остальное зашьем в какие-то коэффициенты. Ну, например, получим коэффициент некий А, который у нас заберет все, умноженное на диаметр в квадрате. И минус коэффициент Б умножить на просто диаметр. Вот это у нас будет коэффициент Б. Таким образом, мы видим, что входная сила зависит от квадрата диаметра форсунки, а сила трения зависит в линейной степени от диаметра. Ну, а теперь давайте разберем какой-то пример и посмотрим, как это все работает. А для этого я тоже очищу поверхность. Давайте рассмотрим практический пример. Ну, например, у нас есть одна форсунка, которая имеет диаметр 4 мм, входной диаметр. И для нее мы напишем вот это уравнение. Вот для этого мы поставим, сила F будет равна, ну, тут прямо тут и поставим, что диаметр 4 мм. Чему это будет равно? А умноженное на 4 в квадрате на 16, минус Б умноженное на 4 мм. А теперь давайте эту форсунку, одну форсунку, заменим двумя форсунками. Но так заменим, подберем такие диаметры, чтобы площади их были равны. Площади, еще раз повторяю, площади двух форсунок, площади двух форсунок должны быть равны площади одной форсунки, первоначальной форсунки. Ну, для того, чтобы это сделать, надо просто вспомнить, чему равны площади. Итак, площадь форсунки, предположим, первой, будет равна πd квадрат на 4, или это будет равно π умножить на 16 разделить на 4, 4π. Площади двойной форсунки будет равно 4π, значит, площадь одной форсунки будет равна 2π. Теперь вспоминаем, что площадь у нас равна πd квадрат на 4. Посчитаем диаметр форсунки, которая будет, узнаем сейчас, чему будет равен этот диаметр. Это будет 4 площади, деленная на π и корень квадратный. Так как наша площадь равна 2π, то мы получим с вами корень квадратный из 8π, деленная на π. π сократилось, корень квадратный из 2 и 8, ну, я перед лекцией, безусловно, провел простейшее вычисление, поверьте мне, что это будет примерно 2,8 мм. Таким образом, одна форсунка диаметром 4 мм может быть заменена двумя форсунками диаметром 2,8 мм. И в этом случае площади одной одиночной форсунки и площадь двух более маленьких форсунок будут равны между собой. Теперь, зная диаметр вот этой маленькой форсунки, давайте напишем точно такое же уравнение только для этой форсунки. То есть для форсунки диаметром 2,8, не забываем, что у нас их становятся две штуки, наше уравнение будет равно 2 умножить на А на 2,8 в квадрате, ну, вспоминаем, что это будет 8, минус B умноженное на 2,8. Ох, Илья. 2 B умноженное на 2,8, так как мы сравниваем две форсунки. Таким образом, наше уравнение примет окончательный вид 16 А минус 5,6 B. А теперь давайте сравним. Вот формулу для форсунки диаметром 4 мм и формулу для двух форсунок диаметром 2,8 мм. Первая часть, та положительная часть, которая непосредственно разрушает гулт или на входе в отверстие, она у нас одинаковая. Ну, почему одинаковая? Потому что у нас действительно площади равны, значит, соответственно, равные площади при одном равном давлении мы получим одну и ту же силу. Ничего другого мы не могли получить. А вот если мы посмотрим на второе слагаемое, то мы увидим, что сила трения была 4 B, а стала 5,6 B. То есть, сила трения у нас увеличивалась 4 B до 5,6 B. То есть, сила трения у нас выросла приблизительно на 30%. Заменив форсунку, одну форсунку, двумя форсунками меньше площади, мы, оказывается, увеличиваем силу трения за счет вот таких простейших вычислений. Мы показали, что можно увеличить силу трения на 30% и, соответственно, потерять 30% энергии, которая тратится на разрушение гулта. А вот если я возьму так для себя уже перед лекцией, возьму на 3 форсунки, разделю одну форсунку, то я получу, что тут будет не 30%, а даже все 50%. Сила трения увеличится на 50%. Таким образом, а дальше уже нет смысла и рассматривать. Там будет и 70, и 80, и 100. Наверное, когда-то можно получить. Таким образом, вот наш первый вывод, который можно сейчас сделать. И этот вывод заключается в том, что если мы рассматриваем замену одной форсунки двумя форсунками, то с точки зрения силы трения это абсолютно неправильно. С точки зрения уменьшения, минимизации силы трения и как можно больше энергии дать на разрушение гулта, форсунка должна быть одна. Вот это очень важно. Итак, первый вывод из сегодняшней лекции. С точки зрения силы трения и минимизации потери энергии форсунку нужно ставить одну. И казалось бы, все, лекция закончена, но не так все просто. Дальше уже теперь формул не будет, дальше будут только одни рассуждения. Эти рассуждения заключаются в том, что мы должны посмотреть, какой грунт-то мы разрушаем. Вот все, что я сказал, это абсолютно справедливо для песков. Вот если мы работаем в песчаном или по-другому сказать не связанном грунте, то мы должны с вами обязательно работать только одной форсункой. Всю энергию выпускать только через одну форсунку, чтобы как бы можно меньше энергии тратилось на преодоление силы трения по боковой поверхности сердечника. Но грунт, как правило, это более сложные среды. И слева возьмем песок, справа возьмем абсолютнейшую глину, которая обладает максимально большим сцеплением, а посередине будет все остальное. Это супище, суглинки, все вот тут посередине. И поэтому получается, что вот в своей практике, опять же, готовясь к лекции, я вспоминал всю свою прошедшую, так скажем, на полях сражения жизни, смог вспомнить только два объекта, на которых я работал в чистых песках. И примерно тоже два-три объекта, когда я работал в чистых глинах. А все остальное, это сотни объектов, все остальное это промежуточное состояние, это супище, си суглинки. И поэтому очень сложно сказать, если мы говорим о песках, это один вариант, то для глин надо посмотреть на другой вариант. И вот здесь, чтобы опять же подобрать количество форсулок, вот многие ученые, нам нужно так сказать, многие ученые пытались ответить на этот вопрос, чтобы правильно назначить форсунки, надо поднимать механизм разрушения грунта. Какими форсунками лучше разрушать грунт? Вообще не диаметром одной или двумя с более маленькими, а может их надо вообще четыре поставить. Для этого нужно построить какую-то теорию, но, к сожалению, за все время существования этой технологии, а это прошло уже почти 50 лет, так какая-то общая стройная теория разрушения грунта с помощью струи цементного раствора или воды, струи воды, так и не была получена никем. Хотя о таких попытках сделано много, в журналах есть статьи, посвященные этому, но, как правило, все это упирается в какие-то механические характеристики, которые, может быть, для процесса размыва и разрушения грунта струей не совсем правильно. Пытались привязаться к сцеплению, например, до уголовного внутреннего трения, но это не всегда все правильно, не всегда давало какие-то адекватные практики, результаты. Существует какое-то одно общее мнение, что грунты в виде песка нужно размывать, вот песчаные грунты нужно размывать, запомните это слово, нужно размывать, а глины твердые, полутвердые нужно резать. Вот, чтобы найти какой-то общий аналог, я вот готовюсь опять же к этой лекции, пытался найти какой-то бытовой пример, и вот ничего умнее, как, например, если у нас есть какой-то сахарный песок, то мы его берем лоской и кладем чашку в кофе, чай. А если нам нужно нарезать клеп, то мы берем нос, мы не берем лоску, а берем нож. То есть нам нужен острый предмет, который будет просто резать структурные связи, которые образованы между частичками и глине. А в песке этих связей нет. Там просто струей, мы как миллиардные шары расталкиваем их все в разные стороны и перемешиваем их с цементом. Поэтому пески, принято говорить, размываются, а глины режутся. И чтобы резать глину, нужно взять хороший острый нож. И вот аналогом этого острого ножа является форсунка как можно меньшего диаметра. Чем мы возьмем меньше диаметра, чем меньше мы возьмем толщину струей, тем мы лучше получим результат для обработки глин. Вот это второе, что мы должны с вами знать. Для песков это одна форсунка, а для глин в данном случае может быть две, три и далее форсунок. Там мы будем получать больший результат. Но увеличивая количество форсунок, мы опять же должны помнить, что мы начинаем терять на трении. И соответственно в этом случае у нас опять с вами получается нужно удовлетворить и одним требованием, и вторым требованием. И вот сколько назначить форсунок, это наверное все-таки уже опыт того проектировщика или технолога, геотехника, который вот работает с этой технологией. Вот сегодня мы с вами рассмотрели разные взгляды на то, сколько же форсунок должно быть. Вот на одном из объектов недаром я сегодня принес на лекцию, это не стандартный монитор. Стандартный монитор имеет всего лишь только два отверстия под форсунки. А в этом мониторе у нас четыре. Четыре форсунки. И вот в этом мониторе мы с вами мы его использовали на одном из объектов, когда нам нужно было очень сильно повысить производительность работы, потому что мы приобрели мощные насосы, но у нас не было форсунок с большим диаметром. И для того, чтобы сбалансировать высокую производительность инъекционного цинетировочного насоса, с теми форсунками, которые были у нас в наличии, мы сделали монитор с четырьмя форсунками. Таким образом мы сбалансировали количество форсунок и производительность насоса. Но еще раз повторяю, очень было бы более правильно вместо этих четырех поставить одну, потому что четыре это сразу потеря в трении. И вот здесь геотехник должен разбираться, вот у нас есть три позиции, с которых мы должны посмотреть, а сколько же нужно ставить форсунок. Чтобы минимизировать трение, это вывод по лекции, минимизировать трение, нам нужно иметь как можно меньше форсунок, в лучшем случае это одна. Чтобы разрушать связанные грунты, нам нужно иметь форсунки как можно меньшего диаметра. Поэтому количество этих форсунок начинает расти, но больше двух форсунок никто никогда в практике не ставит. Вот это для этого ставят две форсунки для грунтов, которые имеют сцепление. И третья позиция или третий взгляд. Сколько ты должен сделать проходов и как ты рассчитаешь скорость подъема монитора. Еще раз повторяю, две форсунки позволяют тебе скорость подъема увеличить в два раза, то есть поднять производительность работы в два раза и объект сделать не за три месяца, не за шесть месяцев, а за три месяца, а поставишь одну форсунку и будешь шесть месяцев работать. Вот эти три, хотя, наверное, тот, кто занимается профессиональной технологией, наверное, назовет еще какие-то взгляды на количество форсунок, но я сегодня бы остановился на основных трех. Какую выбрать стратегию? Одну форсунку, две форсунки, большие диаметры, маленькие диаметры. Вот для этого, конечно, лучше всего провести опытные работы. Вот лучше опытных работ ничего нет. Вряд ли вы сможете подобрать. Потому что грунты это настолько сложный материал, настолько, даже когда я говорю, что давайте там обрабатывать глину, а какую глину? Глина в городе Екатеринбург, глина в городе Пермь, это разные глины. Одна глина там это эрозия скальных грунтов, а другая глина это все сползло и проползло еще там пятьсот километров. Да, это совсем разные, иллювиальные, иллювиальные, и так далее. Вот поэтому даже для глинистых пород не всегда может быть все то, что я сказал будет справедливо. И поэтому лучше всего, конечно же, это провести опытные работы и на опытных работах разобраться. Одна форсунка, две форсунки, такие диаметры, всякие диаметры, произойдительность такая, другая и эдакая. То есть лучше ничего, чем опытные работы вам не даст ответ на этот достаточный, еще раз повторяю, непростой вопрос, одна или две форсунки. Все, спасибо за внимание. До новых встреч на новых лекциях. Редактор субтитров А.Семкин